Человек-муравей и оса Человек-муравей и оса Уроки проходят на специальной платформе, аналогов в мире нет. Слова с уроков можно добавлять в словарь и разучивать в мобильном приложении от Skyeng. Уроки сделаны по оксфордским учебникам, а еще материалы создаются по новым фильмам, сериалам и даже по зарубежным роликам на YouTube. Первый урок по ссылке в описании бесплатный, а еще есть промокод на два урока в подарок. Пользуйтесь, вся информация в описании. Но вернемся к Человеку-муравью и осе. Признаться честно, фильм не такой уж для того, чтобы посвящать ему отдельный ролик. Внезапное внимание к фильму не такое высокое от профильной прессы и зрителей. Да и впечатление не сказать, что волшебный прям. Помните, я делал ролик, где говорил, что одной из главных проблем киновселенной Марвел является филерные серии? И вот Человек-муравей как раз именно из таких. Это чистой воды филер или филер, который нужен лишь для одного. Дать намек на то, что будет в киновселенной дальше. Но все же перед вами отдельный ролик, поскольку каких-то еще интересных мне фильмов на этой неделе, ну попросту нет. Ну и кроме того, не все так плохо, как могло бы быть. Несмотря на то, что в целом фильм Человек-муравей и оса это проходняк, но он имеет несколько неоспоримых достоинств, о которых стоит рассказать. Первое, это очень веселый фильм. Второе, впервые перед нами Марвеловская картина, где нет стандартной схемы супергерой против суперзлодея. Да, трейлеры говорят об обратном, но не дайте себя обмануть. В фильме нет ни одного суперзлодея, были лишь персонажи, которые могут носить гордое именование антигерой. Фильм берет своим сюжетом прежде всего, однако обо всем по порядку. Тут надо понимать, какое впечатление производит Человек-муравей и оса. После Мстителей 3 фильм кажется очень простым, чересчур легким и не слишком обязательным. То есть в буквальном смысле в картине нет ничего удивительного. Это самый стандартный фильм Марвел. При этом первую часть я не могу назвать стандартной. Герой необычный экшен с миниатюризацией, прикольный. Жанр криминальной комедии для Марвел был нов. В фильме чувствовался привкус работы Эдгара Райта. Несмотря на его скандальное увольнение в процессе съемок, в картине все еще был виден его фирменный стиль. Первую ленту ну никак нельзя назвать стандартной. А вот во втором фильме эта стандартизация ну прямо ощущается всем телом. Причем очень сильно. От Эдгара Райта там не осталось и следа. Экшен не вызывает прежнего восторга, ведь он стал уже привычным что ли. А сама история кажется теперь слишком маленькой, каким бы это каламбуром не было. И чересчур камерной. Кроме всего прочего, если первый фильм и раньше плохо дружил с логикой и постоянно нарушал собственные правила, то второй вообще все это выбрасывает на помойку. Другими словами, если собираетесь задаваться вопросами, как работает физика этого фильма, то очень скоро вы поймете, что она работает так, как заблагорассудится сценаристом. А для зрителей заготовлены лишь эпизоды с псевдообъяснениями псевдонауки этого фильма. Главное через каждое предложение втыкать слово «квантовый», и тогда никто не будет сходить с ума. Ведь местные псевдоученые нам все объяснят с помощью очередной бессвязной околонаучной билиберды. Да это в принципе и не важно. В подобном фильме на такое ну уж точно не надо обращать внимания. Но давайте все же перейдем к достоинствам этой ленты, которые вполне могут окупить билет в кинотеатр. Фильм смешной. Очень смешной. С юмором у него все в порядке. Пол Ратт, как обычно, забавен и симпатичен. Он выполняет функцию местного комедийного буфера. Пропускает через себя сюжеты всю ту научную хрень и постоянно шутит над происходящим, тем самым облегчая и без того легкий фильм. Майкл Дуглас все еще играет вредного Хэнка Пима, который также вносит свою лепту в настроение картины. Эванджелин Лили красива и сурова, но я бы не сказал, что в ее персонажей есть хоть какой-то изюм. Пожалуй, она это самое слабое звено, на мой взгляд. Пенья тащит картину Майкл Дуглас и Пол Ратт. На них держится почти весь юмор, до тех пор, пока на экране не появляется Майкл Пенья. Хотя оса очень хороша в экшн-сценах. Второе достоинство картины, помимо веселости, это сюжет. Да, он маленький и камерный, но он впервые не делает ставку на классическое противостояние протагониста и антагониста. У героев есть определенная цель – выудить жену Хэнка Пима из квантового пространства. С этим квантовым пространством, кстати, связано больше всего антинаучного бреда. Все, кому не лень, отметили тот факт, что люди там в течение 30 лет могут находиться в полном макияже. Подробнее не могу, увы, как бы спойлер. Хотя какой, блин, спойлер? Уже давно не новость, что Мишель Пфайтер играет жену Пима и мать Хоуп, персонажа Эванджелин Лили. То есть вы сами можете додумать, про кого я, в принципе, говорю, да и что имею в виду. Однако меня бесило другое в этом квантовом мире. Каким образом они там вообще, в принципе, дышать могут, если молекулы кислорода больше их в миллионы раз? Вот как? Но, похоже, предъявлять этому фильму за науку – это все равно, что пукать в кулак. Прикольно, но бессмысленно. Да, вот такие у меня сегодня аналогии. В сюжете появляется некий призрак, героиня в исполнении Ханны Джон Кейман. Она, конечно, прикидывается явным противником Человека-муравья и компанией, но это лишь видимость. Картина берет не этим. У ленты есть внятный сюжет, однако персонажа призрака я тоже должен был упомянуть. Как и Лоуренса Фишборна, который является еще одним актером, который побывал и в DC, и в Marvel. Фишборн, кстати, тоже скрасил своим присутствием картину. Ну и, конечно, львиную долю комедии привнес ранее упомянутый Майкл Пенье. Не знаю, как кому, но, как по мне, он был очень смешным. Глобально фильм ничего для развития общего сюжета киновселенной не дает. Это просто забавный пустячок, который не особо напрягает, но зато неплохо веселит. Это не Капитан Америка 2 и даже не Капитан Америка 3. Если сравнивать, то по смысловому содержанию это скорее Тор 2, но с большим количеством шуток. Однако это не Тор 3, с юмором нету перебора. В целом фильм такой, что получилось даже так, что сцена после титров, наверное, будет иметь большее влияние на сюжет всей киновселенной, чем сам фильм. Кстати, об этом. Первая сцена после титров это самое важное для тех, кто ищет ключ к тому, что будет происходить в 4-х Мстителях. Вторая сцена юмористическая, но первая сцена это прямо мастхэв. Думаю, что ее будут обсуждать даже больше, чем сам фильм. И на основе нее выстраивать теории и догадки. Ну а Человек, Муравей и Оса от меня получают Серебро. Проходной фильм, который очень веселый и смешной. Если вам понравился первый Муравей, то этот вам, наверное, тоже должен зайти. Для того, чтобы отдохнуть в кинотеатре, расслабиться, этот фильм самое то. Думаю, что на большее он и не претендовал. Думаю также, что и зрители от него большего не ждали. Ну а с вами был Сокол, высказывал свое личное мнение. Сходите в кино, составьте свое. Пока!